Дорогие друзья, я хочу сыграть с вами в одну игру. Эта игра называется Анти-Хэллоуин. Игра под названием Анти-Хэллоуин проходила в стекольном, и как вы знаете, этот праздник, который отмечается в канун Дня Всех Святых, сейчас стараются запретить. Но у людей, которые пришли в стекло, были свои взгляды на этот счет. Мне не нравятся такие запреты, на самом деле, потому что это вот такие вот наши праздники, даже если не наши, это лишний повод порадоваться, лишний повод просто куда-то нарядиться и выйти, потанцевать, встретиться с народом, с кем-то познакомиться. А так у нас останется очень мало парадиков, где можно вот так вот нарядиться, будет медсестра, весняка, просто накрадить лицо белый цвет и пойти. Сейчас это нормально, а так, если в обычный день выйти, то посмотрят, ну, дурак какой-то на улице, и что это такое? Мы приходим сюда не для того, чтобы вызвать дюхов или сатану, а для того, чтобы тупо потусоваться и найти новых друзей, новые знакомства. У нас есть закон о том, что наша страна должна быть светской, и никакая религия не должна стоять выше. То бишь, это мы можем проводить спокойно на уровне закона, так что нельзя запрещать. Мне кажется, что если у нас свободная страна, то почему запрещать что-то, если людям это нравится? Что ж, нельзя Хэллоуин, так устроим анти-Хэллоуин. Подумал молодежный центр Стекольный, и этот праздник проходил в стилистике борьбы добра со злом. Все присутствующие разделились на две стороны, тьмы и света, и через различные конкурсы доказывали, что именно их команда лучше. Ну, например, в одном из конкурсов нужно было выпить и как можно больше крови. Ой, я сказал крови, ну, конечно же, томатного сока. Но это были конкурсы, которые заполняли паузы между выступлением рок-группы «Ночной экспресс». Я очень доволен, что молодежь как бы воспринимает эту музыку. Это гораздо лучше, чем... Попсетина, извиняюсь. И я очень был доволен, что и «Король и Шут», там, и даже «Сектор Газа» мы сыграли, там. Очень классно все воспринималось. Вообще, рок-н-ролл же. Здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка нас связала, сегодня прям взорвала танцпол. Песня такая не новая, старенькая, да, но прокачала нормальный зал. Приятно было. И так как праздник анти-хэллоуин для нас новый, мы решили уточнить у присутствующих, как же его нужно правильно отмечать. Вот если на хэллоуин принято пить чью-то кровь, то что нужно пить на анти-хэллоуин? Томатный сок. Молоко. Лимонад. Воду. Не пить. Если на хэллоуин нужно одеваться вампиров, духов и почву нечисть, то как нужно выглядеть на анти-хэллоуин? Балериной. Батюшка. Наверное, в ангела или как-нибудь нейтрально. Ну, в каких-нибудь добрых эльфов. Символом хэллоуина является тыква. То, что является главным символом анти-хэллоуина? Огурцы. Ро, электронная гитара, бас-гитара. Арбуз. Тыня. Я так думаю, что главным символом анти-хэллоуина является волшебная палочка. Если на хэллоуин нужно выпрашивать сладости, знаете, есть такая традиция, то что нужно выпрашивать на анти-хэллоуин? Солённые огурцы. Я полностью согласен. Сказал, добавь, что-то не вставят в эфир. Крыжовник, хорошо, просто крыжовник. Чё-нибудь солёненькое. Думаешь, я не подвергну тебя испытанию? Обещай, моя работа будет продолжена. Ты думаешь, всё закончилось, потому что я мёртв? Ничего не закончилось. Игра только началась. Субтитры создавал DimaTorzok